добрый вечер всем дорогие мои подписчики сегодня я решила поговорить с вами о самом насущном то есть о деньгах об эмиратской валюте я думаю что из этого видео вы все-таки узнаете что-то новое если даже вы были в эмиратах до 1971 года у местных арабов национальной валюты не было после объявления независимости в 1971 году было принято решение о создании национальной валюты и в 1973 году первые эмиратские купюры денежные уже были напечатаны причем в свое время валюта печаталась на монетном дворе великобритании ну а сейчас вся валюта печатается в абу-даби в государственной столице который вы можете посетить если вы приедете в объединенные арабские эмираты но сейчас уже подробнее об эмиратских монетах я думаю что те из вас кто бывал в эмиратах знают о том что здесь в ходу три монеты один дархам 50 филсов и 25 филсов значение и цифры на монетах написаны арабскими буквами и цифрами на оборотной стороне монеты в один дархам изображен арабский кофейник даля из которого разливается арабский кофе как символ гостеприимства материал монеты медь плюс никель гурт рубчатый диаметр монеты 28 миллиметров толщина 2.3 миллиметра масса 11.2 грамма в одном дархами содержится 100 филсов то есть один дархам состоит из двух монет по 50 филсов как вы видите цифры арабские везде либо из четырех монет по 25 филсов как вот здесь на оборотной стороне монеты в 50 филсов изображены нефтяные вышки я думаю все вы знаете почему потому что именно за счет черного золота то есть нефти и процветает эта страна материал монеты в 50 филсов медь плюс никель гурт рубчатый диаметром монеты 24.5 миллиметров толщина 1.9 миллиметров масса 6.5 грамм на оборотной стороне монеты в 25 филсов изображена газель название абу-даби столицы объединенных арабских эмиратов в переводе обозначает отец газели существует красивая легенда о происхождении этого названия 18 веке охотники преследовали газель но вдруг газель исчезла присмотревшись охотники увидели что газель вброд перешла залив отделяющий безжизненный остров от материка и пьет воду из родникового источника так остров получил название абу-даби родниковый ключ сохранился до сих пор впоследствии были обнаружены и другие источники воды и люди стали селиться вокруг этих родников вот поэтому на оборотной стороне монеты в 25 филсов и изображена газель материал монеты медь плюс никель гурт рубчатый диаметр монеты 19 миллиметров толщина 1.7 миллиметра и масса 3.55 граммов мелкие монеты из бронзы в 1 5 и 10 филсов редко используются в повседневной жизни так как все суммы округляются в большую или меньшую сторону до ближайшего значения в 25 филсов тем не менее я расскажу об этих монетах тоже на монете в 10 филсов изображена арабская лодка доу на которой местные арабы выходили в воды персидского залива на ловлю рыбы и добычу жемчуга потому как именно жемчуг приносил деньги в казну эмиратов до того как здесь были обнаружены первые нефтяные месторождения и так материал монеты бронза гурт гладкий диаметр монеты 18 с половиной миллиметров толщина 1.65 миллиметров и масса 3 грамма на монете в 5 филсов на оборотной стороне изображена рыба монета посвящена защите окружающей среды материал бронза гурт гладкий диаметр монеты 16 с половиной миллиметров толщина 1.2 миллиметра масса 2.2 грамма на монете в 1 филс изображены финиковые пальмы в честь того что без финиковых пальм в пустыне арабы просто бы не выжили не зря финики в арабских эмиратах называют хлебом пустыни материал монеты бронза гурт гладкий диаметр монеты 15 миллиметров толщина 1.1 миллиметр и масса полтора грамма монетный двор в абу-даби также выпускает коллекционные монеты посвященные различным событиям в истории государства у нас дома находится огромная коллекция таких юбилейных монет которую мой муж собирает всю свою жизнь но об этих коллекционных монетах я уже буду рассказывать в своих следующих видео если вам понравилось это видео ставьте лайки пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал также не забудьте нажать на колокольчик для того чтобы не пропустить оповещение о новых видео на моем канале с вами была елена шарова из-за будами всем пока пока и и и и и и и и и Продолжение следует...